Партнер программы 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 В какой атмосфере проходило голосование? Вы спорили, члены жюри спорили между собой или все спокойно было? Ну и я помню, что этот второй фильм мы голосовали. А потом актриса без дискуссии. Без дискуссии. Одна была, она, на нее целый фильм был. Она держала целый фильм. Такой нелегкий фильм. А что вы можете пожелать Одесскому кинофестивалю? Одесскому кинофестивалю. Я желаю, чтобы так было. Одесскому кинофестивалю. Вы видите, сколько гостей приехало. Будем сказать только за иноземную часть, так? То есть каждый, поехавши звезды, расскажет друзьям, знакомым. Это одна сторона. По своей профессиональной линии он так же расскажет, что нужно ехать в Украину, нужно ехать в Одессу. И заниматься работой, потому что тут проведено такий кинофестиваль. Тут проведено на высоком уровне такий форум, где все общаются, где достойные фильмы выбраны победителями. Это все в комплексе даёт ей користь для держави, как промоция на международном уровне, так и как стимул для развития украинского кино. Пане Михайло, скажите, а чи будет держава приймати участь в организации таких кинофестивалей на мебутнем? Держава приймала, приймає і я впевнений, буде приймати, тому що це без держави тут ніяк не обійдеться. А про корисність ми вже трошки казали раніше, тому я впевнений, що держава, як ніхто з гравців, які приймають участь в организации цього фестиваля, зацікавлена. Тому я думаю, що участь держави обов'язково буде. Скажіть, а є якісь речі, яких фестивалю на данний момент не вистачає? Можливо, якось більша фінансова підтримка або краща організація, можливо, чогось ще? Ви знаєте, якщо взяти організацію, то великий крок, якісний, в кращу сторону, навіть якщо порівнювати з минулим, межі прекрасного і покращення не буває. А щодо фінансування, звичайно, любий організатор буде просити більше і більше коштів, але ми бачимо по якості, що навіть ці меценати і спонсори, які вже на цьому кінофестивалі, вони вже готові збільшити фінансування на наступний. Мало того, що сьогодні день закриття фестивалю, але день відкриття, що міністр культури заспівав на сьогоднішній сцені. Для нас це було дуже великим здивуванням, насправді. А можна вас зараз попросити заспівати нашим телеглядачам? Дякую за перегляд! Можна бачити, щоб це було бачити, щоб це написали і сняли, тому що, о чому говорять жінки, я не знаю, і, відповідно, треба написати те, о чому ти знаєш. А я об цьому не знаю, тому що, якщо хтось напишет, то буде здорово. Лучше, щоб це написали жінки, буде правдиві і верніє. А можна буде ждати 2-й части цього фільма «О чому говорять мужчина»? Да, можна буде ждати її реліз 29 декабря. Скажіть, ви вот такой сильний, мужественный мужчина. Я страшно сильний. Был ли... Я сильний, я никогда в жизни не дал никому кулаком в лицо за всю свою жизнь. Может, я просто понимаю, що я такой сильний, що якщо я віддам комусь, то ужас буде. Так вот, хочу спросить все-таки, був ли фільм, який заставив вас плакати? Фільм, який мене заставив плакати, ну, їх на самом деле дуже багато. У мене всегда є слези такі, именно от фільма, де трагедія, условно говоря, там «Танцуюча в темноте», допустим, да, це невозможно. Это когда... причем даже не в тот момент, когда вздернули на виселице Бьорк, а когда именно Катрин Дзинёв смотрит на это, и она так как-то закусывает губой, это можно просто озвереть. А есть моменты, когда вот слезы умиления, когда тот самый Минхаузен, когда музыка, когда фильм, например, «Старший сын» с Леоновым, и музыка Рахманинова звучит. Да нет, ну таких фильмов очень много. А когда смотришь судьбу человека, и когда говорит мальчик, этот вот Бондарчик, говорит, папка, это вам что? А какие жанры фильмов вам нравятся? Адресую всех к Вольтеру. Самая такая цитата прогнозируемая. Все жанры хороши, кроме скучного. Скажите, не втомилися за весь час организації цего величезного кінофестиваля, чи був час ходить на море, подивитися на гарних девчат? На море не был, на девчат смотрел по поводу, втомился или нет. Вы знаете, идет просто во время фестиваля такой всплеск адреналина, который получаешь в том же зале. Мы всегда стараемся хотя бы кусочек фильма посмотреть вместе с залом, потому что в Одессе действительно чудесная публика, и кино смотрится совсем по-другому. Поэтому мы стараемся этим адреналином питаться и на этой энергии продолжать. Конечно, все устали, но это нормально, это приятная усталость. Скажите, а с каким европейским или российским кинофестивалем можно сравнить нынешний праздник кино? Я думаю, что такого фестиваля нет, как нет и такого другого города, как Одесса, потому что все-таки само название Одесский международный фестиваль, который происходит летом, который имеет статус уже на свой второй год, это уникальный проект, который, я думаю, может поконкурировать уже с крупными восточноевропейскими фестивалями. Что Вы можете пожелать Одесскому кинофестивалю? Я могу пожелать, чтобы это действительно стали, вот, фестиваль бы стал такими восточноевропейскими каннами, чтобы люди сюда приезжали отдыхать, чтобы это был большим зрительским фестивалем, чтобы это была профессиональная площадка, чтобы люди сюда приезжали знакомиться, работать, искать проекты. Это, в принципе, одна из наших таких глобальных целей. Примите наши поздравления! Какие впечатления оставила у Вас Одесса? Мне очень понравилась Одесса. Здесь потрясающая энергия и неповторимая атмосфера. Я счастлива быть здесь. Вы сподевалися удержать победу? Мы не ждали, что выиграем, но вся команда, и я, как актриса, что сыграла в этом фильме, счастлива, что отримали гран-при. Я рада быть сейчас тут и поделиться радостью с прекрасными людьми. Какая атмосфера панувала между участниками фестиваля? Я была здесь неделю, и я видела, насколько было интересно и участникам, и гостям фестиваля. Была очень хорошая атмосфера. Пан Вадима, доброго вечера. Расскажите, пожалуйста, первое, спрошу про впечатление на сегодняшний вечер с закрытием Одесского кинофестиваля. Это был потрясающий вечер, который, знаешь, очень-очень душевный город. Ну, город Одессы, я не нужно мне продавать, он потрясающий город. Опера-театр, люди, все желания, фильм закрытие, все было потрясающе. А че какие-то другие фильмы вы видели, которые показывали на фестивалях? Открытие фильмов. А после этого я много мастер-классов давал, я был на жюри печень и таких как-то вещей. Как вам украинские слушатели? Они вас уважно слушали? Что вы хотели донести своими мастер-классами, что вы рассказывали украинским слушателям? Я рассказывал, как писать сценарий, потому что я решил в этом году сконцентрироваться на этом. В прошлом году я говорил, как в Голливуд прорваться, и в этом году решил немножко больше практично в этом говорить. Скажите, как же прорваться в Голливуд? Я думаю, что это очень важное вопрос, на самом деле, потому что вы же не единый режиссер, который смог сделать такую величезную работу именно в Голливуде? Я считаю, что в Голливуд прорваться нужно по таланту, и по желанию, конечно, и по судьбе. Но сначала нужно что-то из себя сделать, то, что такое уникальное. Писатель, режиссер, актер, неважно, но нужно как-то себя проявить. Не обязательно здесь даже, но для себя проявить сначала. Я знаю, что вы зараз снимаете, готуете якийсь фильм. Что это будет за фильм? Я снимаю фильм с Антони Хопкинс и Дастин Хоффманом, который мы будем снимать в Бельгии, Польше и в Торонто. Хороший, драматический, такой важный фильм. Важный, я говорю, другие люди говорят. Скажите, а вот чем отличается талантливый режиссер от генеального? Есть в этом какая-то разница? Знаете, понимаете, я не считаю, что есть гениальные режиссеры. Есть талантливые режиссеры, которые иногда делают гениальные фильмы. Просто ни один из наших режиссеров не делает каждый фильм в его карьере, который гениальный фильм. Есть даже самые лучшие. Скажите, а с каким европейским или российским кинофестивалем можно сравнить нынешний праздник кино? Одессу. Да, я считаю, что с Канами. Потому что, да, это курорт, это тепло, это какая-то... Есть какая-то тут атмосфера, которая очень похожа... Не напоминает о Канах, да. А к чему еще нужно стремиться одесскому кинофестивалю? Что вы можете пожелать? Нужно лучше фильмы выбирать. Чем лучше, лучше каждый год. Нужно делать фильмы, нужно растить домашнее кино, чтобы они вот тут могли показываться. И не только в каких-то закрытых конкурсах, которые украинские кино, но и на главном конкурсе. А как вы считаете, на каком этапе развития украинская кинематография? Если по возрасту человека, ему сейчас 13 лет. Дуже величезная благодарность, не только от нас, я думаю, от всех граждан нашей страны, за то, что вы стали генеральными спонсорами этого величезного и такого важного для нашей страны проекта, как кинофестиваль. Какие впечатления от кинофестиваля? Или вы планируете поддерживать в следующем году и в следующих лет? Впечатление самое положительное. Фестиваль на голову выше прошлогоднего. В этом году Шуста учредил премию для лучшего украинского фильма. Мы ее вручили. Вчера 50 тысяч гривен украинскому, что важно, фильму «Собачий вальс». В Украине очень много талантливых режиссеров и актеров. То, что в кинотеатрах еще пока мало украинских фильмов, говорит только о том, что еще бизнесмены не научились складывать деньги в кино. И вот когда-нибудь я в это верю, надеюсь, что это произойдет быстро, лидером проката в Украине станет фильм, снятый на украинские деньги в Украине, с украинскими актерами и украинским режиссером. Скажите, на каком этапе развития украинский кинематограф? Ну, вообще кинематограф имеет очень серьезное социальное форматирующее значение, потому что героев делает как раз кино. Из простых людей героев делает кино. Так вот, я уверен, что такой молодой, развивающейся стране, как Украина, очень нужны герои, которые будут поддержаны кинематографом. И я считаю, что это может даже в какой-то степени стать национальной идеей создания собственного кинематографа, вернее его возрождения, потому что, например, в Одессе есть одесская киностудия, легендарная, знаменитая, которая сейчас пока что не выдает никаких правильных качественных продуктов. И я считаю, что в Украине просто нужно этим вопросом заниматься на государственном уровне. Целую неделю Одесса жила праздником кино. Наверняка гости фестиваля увезут отсюда море впечатлений и новых идей. Так, фестиваль залишил столько вражений, что их точно выстачит до наступного року, адже свято кино никогда не завершится. Мы не говорим ему прощай, а дуже сподіваємось на подальшую встречу. Редактор субтитров А.Семкин